Продолжаем военную тему, по сути, более сейчас в общих чертах мы расспросим Сергея Грабского, военного эксперта, участника миротворческих миссий в Косово и Ираке. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, вот мы уже южное направление обсудили с Натальей Гуменюк. Вот хотели бы у вас поинтересоваться, как ситуация на Восточном фронте. Насколько я понимаю, последние дни он не двигается фактически. То есть Россия вот этот вот наступательный потенциал потеряла. То есть как там развиваются сейчас события? На сегодняшний день нельзя сказать, что Россия полностью потеряла наступательный потенциал. И они как бы очевидно готовятся к продолжению боевых действий. И здесь видны три точки приложения их наибольших усилий. Это Северск, это Бахмут и это Славянск. На Северске и Бахмуте мы видим практически непрекращающиеся обстрелы и попытки продвинуться. Сегодня был обстрелян Солидар ночью. И если мы говорим о том, что противник будет наступать, то скорее всего они будут пытаться оттеснить нас от этих населенных пунктов. Что касается Славянска, там ситуация немножко более спокойная пока. Но противник сосредотачивает дополнительные усилия для того, чтобы осуществлять там наступательные действия. Вот эта вот пауза, которая сложилась, она больше в интересах сейчас играет на сторону России? То есть они имеют возможность что-то передислоцировать, дополнить потери, передохнуть? Или все-таки Украине тоже была необходима вот эта передышка? Вы знаете, время на войне это такой же ресурс, как и боеприпасы, как горючие, как бойцы. Поэтому время было критически важно как для нас, так и для противника. Для противника это было просто необходимое условие для того, чтобы перегруппироваться и продолжать наступление. Для нас это было также необходимое условие для того, чтобы подвести дополнительные резервы, укрепить наши позиции, подготовиться к обороне и нанести противнику как можно более сильный ущерб. На этой неделе собирается новое заседание, четвертое по счету. Рамштайн. Чего Украина ждет от этого собрания? Каких-то, возможно, новых видов оружия, усиления поддержки? Да, Украина, скорее всего, вернее, то, что мы можем ожидать от этого собрания, это усиление поддержки, возможно, клуб участников Рамштайна расширится еще, и мы будем получать оружие с других направлений. Кроме того, будет обсуждаться уже необходимое количество вооружений и боевой техники, которое должно быть поставлено Украине в кратчайшие сроки для того, чтобы выполнять наши задачи по обороне и проведению наступательных действий по освобождению нашей территории. Поэтому на это совещание возлагаются достаточно серьезные надежды, и мы надеемся, ну, кроме того, что чисто мы получим материальное обеспечение, мы получим еще и серьезную политическую поддержку, и, я думаю, экономическую и финансовую тоже. А вот вы сказали о новых направлениях, о каких идет речь, какие страны подключатся? Ну, трудно сказать, какие конкретно страны подключатся, потому что в прошлый раз мы видели уже то, что страны даже из Южной Америки уже заинтересовались боевыми действиями в Украине, понимая, насколько они могут повлиять, в том числе, на их безопасность. Поэтому, кто присоединится в этот раз, достаточно сложно предвидеть. Я надеюсь, что страны, которые до этого еще не участвовали в Рамштайне, присоединятся к этому формату. Сергей, ну, вот вчера появилось сообщение российских СМИ, что, мол, они уничтожили один украинский Хаймарс и, внимание, заряжающую к нему машину. То есть, ну, как, представьте, люди, видимо, даже не удосужились за лист Википедии, называется, чтобы посмотреть, что у Хаймарса нет никакой заряжающей машины, что он как бы сам себя заряжает. То есть, ну, вот настолько фейк, что даже вот и люди настолько левой ногой, да, вот эти фейки лепят. Да, да, там просто, понимаете, настолько необходимо взбодрить людей, показать, что российская власть хотя бы что-то делает на фоне непрекращающихся ударов по объектам военной инфраструктуры на временно оккупированных территориях, что они не сильно переживают за достоверность даже тех фейков, которые они создают. И вот есть новость, что Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 100 миллионов долларов на подготовку украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-15 и F-16. Или, точнее, или тот, или тот. Но вот я так понимаю, что это больше шаг на перспективу, поскольку вот, ну, это точно даже вопрос не до осени, может быть, даже не до конца года, поскольку, ну, обучение, оно очень длительный процесс, ну и плюс еще тоже бюрократический процесс, когда это все заработает. Ну, позитив от этой новости в том, что такое решение принято. И вы абсолютно правильно сказали. Безусловно, подготовка летчиков минимум занимает 9 месяцев. Но в наших условиях рассматривается вопрос сокращения даже этой напряженной программы до 6 месяцев. Поэтому, да, с учетом и необходимого времени обучения, и бюрократических процедур, которые сопряжены с этим, то есть по переправлению этих денег, безусловно, это займет определенный срок. Но, тем не менее, для нас это очень хорошая новость. Это говорит о том, что мы получаем возможность получить в перспективе более современную, более надежную технику, которая вместе с остальными видами вооружения поможет нам лучше отбивать противника. И, я надеюсь, позволит нам перейти в перспективе наступления против оккупантов. Украина освободила остров Змеиный, но угрозу с моря нельзя отменять. Она сохраняется на довольно высоком уровне. Это российские корабли, ракетные, подлодки. А вот высадка десанта, возможно, в Черном море? Нет, это исключено. Мы можем абсолютно исключить возможность высадки десанта, потому что высадка десанта, как самостоятельная операция, на данном этапе войны она невозможна. Россия просто физически не имеет таких сил и средств для того, чтобы осуществлять такую десантную операцию. И она, в принципе, никогда в своей истории не осуществляла таких мощных операций. Ну и, кроме того, такая операция целесообразна только в случае прорыва от Николаева уже, а до него еще нужно дойти, в сторону Одессы и усиление напряженности со стороны Приднестровья. То есть это так называемая триединная операция. Поэтому сегодня, с учетом усиления противокорабельной защиты нашего побережья, мы практически можем исключить из наших прогнозов проведение каких-либо десантных операций против побережья Украины. Вот Сергей Брачук, пресс-секретарь областной Одесской военной администрации, сообщил, что Россия большинство кораблей своего Черноморского флота перевела из Севастополя подальше в Новороссийск. Это такая плановая у них передислокация или они боятся возможных ударов со стороны Украины по своим кораблям? Да, безусловно, это, в общем-то, традиционное действие российского или советского флота. В случае угрозы они всегда выводили флот в северокавказские порты. Точно так же и здесь. То есть мы понимаем, что ситуация сейчас на южном направлении развивается достаточно позитивно для нас. И в случае успеха в будущем наступательных операций и выхода на побережье Азовского и Черного морей мы фактически с оружием, которое мы имеем уже сегодня, сможем поставить под огневой контроль больше половины Крыма. То есть поставить под удар. Поэтому Россия заранее, для того, чтобы не подвергать опасности своих кораблей, она просто их переводит уже в более безопасные места. Там, как они думают, их достать не могут, но вместе с тем мы понимаем, что угроза ракетных ударов, то есть использование крылатых ракет от этого для нас не уменьшается. Да, вот вы как раз сказали про вот эти ракетные удары с кораблей, с подлодок. Есть ли какое-то действительно противодействие вот этому? Либо для этого нужен только такой же флот, который сможет как-то противостоять? Ну, противокорабельные ракеты «Гарпун» они, в принципе, даже теоретические подлодки могут бить, но там нужно, чтобы она была в надводном состоянии. То есть насколько это решаемая вообще проблема сейчас? Ну, понимаете, на сегодняшний вопрос, исходя из норм международного права, эта проблема решиться не может, потому что есть ограничения по возможности продажи или передачи вооружения, и оно ограничивается тремя стами километрами. В общем-то в это ограничение входят и «Гарпуны», и в это ограничение входят определенные боеприпасы к системе «Хаймарс» или «М-270». Теоретически, безусловно, существуют такие ракеты, которые могут наносить удары на большее расстояние, например, те же «Тамагавки». Но нужно понимать, что вопрос продажи этих ракет или передачи этих ракет в Украину, оно очень серьезно изменит баланс силы. Поэтому, я так понимаю, наши западные союзники серьезно воздерживаются от возможности или даже рассмотрения этого вопроса по передаче такого вооружения нам. То есть вот тем ленд-лизом, который начнется с октября месяца, там «Тамагавков» не предусмотрено, да? Нет, безусловно, нет, потому что это более серьезные международные договоры, и США, как, грубо говоря, гарант мировой стабильности, оно никогда не пойдет на нарушение этих договоров. Пока в данном мире она, конечно. Сергей, вот есть такая тоже информация. Минобороны Российской Федерации в вчерашнем брифинге рассказала об уничтожении склада противокорабельных ракет «Нептун» в результате авиаудара по промышленному предприятию в Одессе 16 июля. По словам официального представителя Одесской военной администрации Сергея Брачука, вооруженные силы Российской Федерации попали по складу торгово-промышленной компании, где не было даже намека на что-то военное. Ракеты разрушили склад мебельной компании. Зачем Россия вкидывает вот такие вот, вбрасывает информационные фейки? Ну, мы уже с вами это обсуждали сегодня, что им нужно поддерживать определенный градус такого позитива в своем обществе, и поэтому они регулярно сообщают о разгроме очередной группировки украинских войск, уничтожении стратегических складов. Но если это все просуммирует, то получается так, что наша авиация уже три или четыре раза полностью уничтожена, мы вообще непонятно, чем воюем и так далее и тому подобное. Они просто иногда уже переходят все рамки приличия, не сильно переживая о том, насколько достоверную информацию или фейки, претендующие быть достоверными, они распространяют. Сергей, а вот вы могли бы спрогнозировать, что в ближайшие недели, если можно так прогнозировать, будет происходить на фронте? Чего ждать? Ну, как я уже говорил, абсолютно объективной реальностью на сегодняшний день будет продолжение давления на Востоке. То есть, как я уже говорил, для противника критично важно овладеть Северском, для него важно продвинуться в районе Бахмута и Славянска. Дальше они будут продолжать, скорее всего, давление на линию Авдеевка-Маренко, каких-то очень активных действий на участке фронта от Васильевки до Великой Новоселки. То есть, мы говорим о северо-таврическом направлении не будет, но вряд ли противник будет отчаянно пытаться удерживать позиции на Херсонском направлении. Я говорю про правый берег Днепра. Ну и, безусловно, мы будем видеть попытки противника приблизиться к Харькову, для того, чтобы усилить террористические обстрелы этого города. Сергей, вот, кстати, продолжение таких вот элементов, из чего, собственно, потом возникают вот эти вот следствия, да, то есть, такие предпосылки. За последние несколько дней в Беларуси сообщают, что около 20, больше даже, чем 20 бортов, грузовой военной авиации из России, из Твери и Иваново, если я не ошибаюсь, прибыло на территорию Беларуси. То есть, это большие грузовые транспортные самолеты, Ан-22, Ан-124, Ил-76. То есть, что вот таким образом активно сейчас Россия свозит? Именно даже не свозит, а, ну, самолетами привозит, то, что называется. Ну, мы сейчас видим объективное наращивание именно количества вооружения и боевой техники на территории Беларуси, и поэтому мы очень внимательно смотрим за развитием ситуации на этом направлении. То есть, на сегодняшний день и на несколько ближайших недель мы не видим возможности проведения каких-то наземных операций, но это не исключает нанесение ударов с воздуха. Но вместе с тем нужно понимать, что Беларусь, вернее, территория Беларуси может быть широко использована для проведения каких-то наступательных операций в нашу сторону. Когда это случится, будет зависеть от того, как быстро Россия сможет сосредоточить там достаточное, по их мнению, количество войск для проведения этой операции. Спасибо, Сергей. Сергей Грабский был с нами на связи, военный эксперт. Спасибо вам еще раз, что нашли время к нам присоединиться.